Привет! А вы что читаете? Сегодня дежурное по чтению я, Александра Устинова, и я вам расскажу о романе одного из самых популярных книжных блогеров современности Кристины Ричева «Начать все сначала». Кристина Ричева – самый популярный книжный блогер во всем буктюб-пространстве. По версии New York Times она выиграла в номинации «Лучший молодежный роман» на сайте Goodreads. Книга «Начать все сначала» – это книга о вторых шансах, о поиске любви и себя. Шейн – идеальная дочь, она прекрасно учится, все свое свободное время проводит с родителями и даже готова изучать медицину, как им того хочется. Вот только у нее нет настоящих друзей, и когда ей выпадает шанс, она отправляется на учебу в Лондон. Она обещает себе, что в этот раз все будет по-другому. Но обещать это одно, а сделать совсем другое. И когда ситуация выходит из-под контроля, грандиозная ложь раскрывается, и молодой человек, который по-настоящему близок Шейн, предпочитает другую девушку, Шейн решает все изменить. Ведь в конце концов всегда есть возможность и есть второй шанс. Я покидаю эту страну, потому что у меня нет друзей. Вот к чему все сводится. Люди могут продолжать идти почти по всем дорогам, каким бы неприятными они не были, если с ними идет, по крайней мере, один хороший друг. Такого друга у меня нет, что заставило меня обдумать варианты смены пути. Теперь я в тысячах миль над Атлантикой, в гигантской выдолбленной ручке с крыльями и направляюсь на учебу за границей, не связанную с моей специальностью. Мои родители, кстати, не знают про отсутствие этой связи. Каждый раз, когда я думаю об этом, мои руки начинают трястись. Я хватаюсь за ближайший к окну подлокотник, никаких сомнений. Я наклоняюсь вперед, стараясь не врезаться с головой в кресло передо мной и достаю ручку и блокнот из школьного рюкзака на полу. Записи, как правило, помогают. Изливаю душу посредством бумаги и ручки, я словно очищаюсь. Теперь все мои блокноты крестражи, так что я начала соответственно называть их. Блокноты крестражи от номера 1 до 8, сложены в пластиковом контейнере под моей кроватью в Нью-Йорке. Этот новый блокнот издает приятный звук, когда я открываю его и листаю страницы, чтобы взглянуть на первую запись. 1 января 2011 год. Колледж попытка номер 2. Цели учебы за границей. Первое. Задать жару на стажировке. Превратить ее в оплачиваемую летнюю работу. Второе. Завести друзей, с которыми тебе нравится проводить время и которым нравится проводить время с тобой. Я собираюсь завести друзей. Собираюсь. Я стану разговаривать с незнакомыми людьми так, словно я уже знаю их. Вот в чем секрет. Я наблюдала, как мой кузен Лео делал так в школе на протяжении многих лет. И я готова. Времена без друзей требуют высокого уровня дружелюбия. Я щелкаю ручкой и записываю еще 4 цели. Третье. Поцеловать парня, который тебе нравится. Перестать закрываться от поцелуев. Четвертое. Найти приключения в твоем городе. Ты ничего не сделала в Нью-Йорке за последние два с половиной года, проведенные там. Идиотка ты такая. Пятое. Возможно попробовать немного напиться. Не дать ключики или типа того, но чтобы понять, каково это в контролируемом, обдуманном окружении. В Великобритании это разрешено законом. Шестое. Начать писать свой великий американский роман. Ты провела абсурдно большое количество времени, пытаясь придумать идеальное первое предложение. Хватит. Просто пиши. Что это? Я вздрагиваю и инстинктивно поднимаю рук, чтобы прикрыть страницу. Женщины, сидящие рядом со мной, стройные лет с рака или вроде того, с копной яркой рыжих волос на голове, нетерпеливо смотрят на меня. Что? Заикаясь, спрашиваю я. Как вообще можно закрываться от поцелуев, спрашивает она раздраженным голосом с британским акцентом. У меня глаза вылезают на лоб. Я... Сколько тебе лет, настаивает она? Я мгновение молчу, прежде чем пробормотать. Двадцать. Левый уголок губ женщины встревожно поднимается. Хочешь сказать, тебе двадцать, и ты никогда никого не целовала? Оказаться раскритикованной незнакомкой в самолете в этом вся я. Я многозначительно отворачиваюсь, не желая ничего ни подтверждать, ни отрицать. Это вообще не стоит обсуждать. Люди не могут этого понять. Они становятся снисходительными. Словно ты внезапно снова превращаешься в десятилетнюю. Общий вывод – поцелуи не делают себя лучше нецелованных людей. Вот и все. А закрытие от поцелуев – настоящая штука. Я прошла через нее. Пару раз я оказывалась близко к этому со случайными парнями студенческих братств на танцах, на вечеринках, на которые меня вытаскивали мои соседки. Когда приходило время, я отворачивалась в чистом ужасе. Кажется, мои мысли выглядели именно так. Черт, черт, слишком близко к моему лицу. Как интересно. Стоит предположить, что и друзей у тебя тоже нет. Ржеволосая женщина возвращает меня назад на самолет. Я качаю головой, не веря собственным ушам, и бросаю взгляд на список, а потом на нее. О боже мой. Почему у тебя нет друзей? Она склоняет голову на бок. Я отрывисто выдыхаю. У меня у меня есть друзья дома, но не в колледже, потому что я действовала неправильно. Это не ложь, просто они не близкие друзья. Скорее, знакомые, которых я встретила благодаря Лео еще до половой зрелости. Теперь мы с Лео больше не общаемся, поэтому автоматически я не общаюсь и с друзьями Лео. Лео считалась когда-то настоящим другом. Кудзены вообще считаются за друзей? Я не знала, что можно неправильно действовать в колледже. Женщина закатывает глаза. Я подавляюсь в мешок, вспоминая список, который внесла в крестраж. Восемь в прошлом месяце. Как действовать неправильно в колледже? Первое. Не заводи друзей за пределами комнаты общежития. Второе. Не участвуй во внеклассных мероприятиях, которые тебе могут и понравиться. Третье. Не разговаривай с другими учениками. Четвертое. Оставайся в комнате, просматривай все сериалы, которые предлагает интернет. Пятое. Выбери суперсложный предмет, чтобы порадовать родителей. Кстати, вот какие отзывы оставляют читатели. Я столько раз узнавала себя в шее. Шутки, интересы, ошибки. Первую часть книги я переживала за ее отношения с родителями. Радовалась ее путешествием и новым друзьям. Но что больше поразило и заставило нервничать, так это вторая часть. В середине книги происходит такой поворот, который я даже вообще не ожидала. А после этого я не могла отложить книгу, и мне надо было дочитать ее до конца. Сюжет зацепил сразу. Современный слог, интересные персонажи, неплохая сюжетная линия. О чем книга? О любви, о дружбе, путешествиях, об отношениях с родителями, о поиске себя и своего призвания. И, конечно же, о том, что у нас всегда есть второй шанс, чтобы все исправить. Я чуть не прыгала от счастья, когда видела знакомые фильмы, книги, музыкантов. Отличные книги на пару вечеров, чтобы отвлечься и просто наслаждаться моментом. Я настоятельно рекомендую прочитать вам эту книгу. Для меня она стала фаворитом. Лучше книги подобного плана я еще не читала. Сюжет довольно интересный. И что для меня очень важно в книге, так это то, что последующие повороты событий практически невозможно предугадать. Не тяните с ее прочтением. Неплохой роман о втором шансе, который выпал героине, так как в свое время она побоялась шагнуть в неизвестность. Читается эта история легко, интересно, а герои получились очень даже симпатичными. В общем, хороший, легкий и необременительный современный любовный роман. Ну, можно, добавляю я более спокойным тоном. Я отправлюсь в Лондон, чтобы это исправить. Лондон поможет тебе обрести друзей, кажется, ты ее позабавила. Это новое начало, в моем голосе появляется напряжение. Она вскидывает бровь. Я киваю скорее себе, чем этой даме, прежде чем отвернуться к окну. Ну, это осуществимый список. Я в тебя верю, завершает она. Ее неожиданные подбадривающие слова задевают струну моей души. Я сердито смотрю во тьму осекленевшими глазами. В животе бурлит страх, заставляя меня нервничать и чувствовать себя не в своей тарелке. Когда я впервые увидела программу литературы и креативное писательство на сайте Ельского университета по образованию за границей в Лондоне, сердце покинуло мое тело. Села в самолет и нацарапала «да» гигантским размером создания буквами в небе. Мысль о том, чтобы оставить свою нынешнюю жизнь позади, биологию, химию, физику, вступительный тест в медицинский колледж, даже свою семью и начать все с чистого листа поглотила меня. На прошлой неделе только это и помогло мне пережить каникулы. В прошлое воскресенье мы с ездили во Флориду, мы едва вернулись из церкви, цитирую моего отца, просто потому что мы на каникулах, не значит, что мы можем прогуливать церковь, мы добрые католики. И папа застал меня одно за чтением в маленьком укрытии подальше от шума всех остальных. К моему ужасу он выхватил книгу из моих рук. «Что ты делаешь? Бегом в воду, общайся с нами, проведи время с кузенами». Я переползла на край бассейна, в котором общались мои кузены. Мои десять кузенов, мальчики в возрасте от 11 до 19, присоединиться к ним в бассейн в любое время означает подвергнуться вербальным атакам. Может, вербальная атака звучит слишком драматично, поэтому это скорее вызывается на роль человеческой цели для шуток? Так было не всегда, особенно со старшим, Лео. Но теперь все так. Они начинают разговаривать о выпивке. «Шейн, ты вообще ходишь на вечеринке? Зачем ты нафиг возвращаешься домой каждые выходные?» Рев смеха. «Это антисоциально». Потом они начинают говорить о девушках. «Шейн, ты вообще с другими людьми помимо своих родителей общаешься? Почему у тебя нет парня?» Иногда я пытаюсь смеяться вместе с ними. Я бесконечно закатываю глаза, мои щеки краснеют, а губы сжимаются в тонкую линию. Но я молчу, потому что я в меньшинстве. Супервеселые времена. Я закрываю свой новый блокнот. Секунду я восхищаюсь красивой надписью «Увидимся в другой жизни», которую я чуть ранее сделала на его обложке, когда ждала посадки, прежде чем засунуть его в свой рюкзак. Я снова вставляю в уши наушники, висевшие на шее. Мои родители слушали столько, сколько я себя помню, и их песни стали по умолчанию успокаивающим механизмом. Осталось 4 часа. 4 часа до первых новых впечатлений, новых уроков, нового окружения, новой страны. Попытайся заснуть, Жейн. Мне не удалось поспать, но удалось найти парковку такси возле аэропорта, так что хоть что-то. Теперь за моими окнами проносится Лондон, пока мы мчимся по неправильной стороне дороги, направляясь в мой дом Карлстон. Согласно брошюре «Вы будете учиться за границей», которую я перечитала пять сотен раз. Покинув самолет, я должна забрать багаж из зоны выдачи багажа, найти приятеля с моего рейса, тоже направляющегося в Карлстон, и взять вместе такси. К сожалению, у меня аллергия на поиски приятелей, и я много раз проваливала такую задачу. Я намеренно встала у багажной ленты, близко к девушке ульджиного возраста в синей куртке-бушлате, а потом пять минут стояла и пыталась подавить поток сомнений. В уме повторяю, что скажу. Что-то вроде «Привет, ты направляешься в Карлстон?» «Привет, я направляюсь в Карлстон?» «Привет, ты и я, Карлстон». Прежде чем я собралась силами, чтобы открыть рот, на ленте появился ее чемодан. Я наблюдала, как она следила за его передвижением, и также молча смотрела, как она его сняла с ленты и ушла. Так что я одна в такси, и никто не разделит со мной сумму в 50 фунтов. Почитаем это генеральной репетиции моей общительности. Как только я доберусь до Карлстона, я стану разговаривать с новыми людьми. Я буду заводить разговоры. Мы проезжаем магазин за магазином, о которых я раньше не слышала. Все уже такое-другое, и я не могу не ощущать, как далеко я от дома. Вчера мои родители с серьезными лицами смотрели, как я ухожу от них к пункту досмотра в аэропорту. У меня появилось такое чувство, что я отправляюсь на войну или вроде того. По привычке я тянусь в сумочку и хватаю телефон, чтобы проверить сообщение. Он выключен. Я бросаю его обратно. Он все равно был обречен стать бесполезным кирпичом в Англии. Мой ЛДЖИ и Ваяж недостаточно новый, чтобы поддерживать международные звонки. Согласно, вы будете учиться за границей, мне нужно купить дешевый пластиковый телефон, как делают беженцы в телепередачах. Такси останавливается на улице по обеим странам, которые стоят красивые белые изысканного вида здания с колоннами. Красиво. Я тащу свои сумки вверх по четырем ступеням здания с названием Карлстон. Внутри причудливый лобби с коврами винного цвета. Слева типичная для лобби изогнутая стойка регистрации, а справа маленький столик, за которым сидят два человека. Благодаря динамичному и увлекательному сюжету книга держит в напряжении от начала и до конца. Несмотря на изумительную и потрясающую композицию, развязка проста и гениальна, с проблесками высокой поэтической силы. Созданные образы открывают целые вселенные, невероятно сложные, внутри которых свои законы, идеалы и трагедии. Найти книгу можно в центре чтения нашей библиотеки. А вы читали? Начать все сначала. Делитесь в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok